Это первая встреча артиста эстрады Шифрина с родным Сусуманом. Они не виделись 30 лет. Шифрин соскучился. Пришел к себе домой, а там чужие люди. Вот в этой квартире? Вот в этой квартире прямо, да? Вот у нас окошечки сюда выходили. Вот от несоразмерности двух картинок, отъезда и приезда, у меня что-то какие-то, плиты вот здесь тектонические какие-то, каких-то задаённых эмоций. Как долбанулись друг от друга. Я заревел просто. Сын политзека Ефим Шифрин единственный из всей семьи радовался жизни на Колыме, потому что был маленьким. А колясочки какие-то, смотрите, железные, крутые, прям ампир. Коготки чудо. В 600 километрах от Магадана, в Сусумане, родители Шифрина вместе с другими политическими и уголовными мыли золото. Драгоценный металл обходился в стране дёшево. Я не знал, что такое сыр, например. Я не знал, что такое батон белого хлеба. Трелку закрыли, мякет закрыли, всё умирает. Короткая экскурсия по шифринским местам. Каждый день рейсовый автобус вывозят отсюда на материк бывших покорителей Колымы. Зэкам платить было не принято, а на свободе за бесплатно никто не хочет работать. А у нас всегда такое на Колыме, ну как, шампанский не пора вожать, чтобы человек вернулся. Шампанское не помогло, никто не вернулся. 14 тысяч жителей города за 10 бесконечных лет отъезда превратились в 200 человек. А теперь здесь живёт один дядя Юра. Сам у себя ворует металлолом. Вот именно оттуда, внутренности, все я выбрал. Потому что жить надо за что-то. Колыма ты моя, колыма. Эту песню Евтим Шифрин записал на волне своей памяти. Несколько тёплых слов о холодной Колыме. Но клип снимали в Москве. Шифрин побоялся не пережить новые встречи с родиной. Здесь самолёты с Усуман больше не летают.